Приветствую вас, Ихин. Имеется несколько проблем, которые по-своему вам не дают получать удовольствие от отношений с вашим мужчиной. Первая проблема – это мама. Единственное, ну понимаете, что человек – она, ну, своего времени. Ее молодость, на которую она равняется, такого, конечно же, не было. Или было, но очень-очень редко и, в общем-то, с трудом воспринималось общество. И вам нужно понять, что свою маму вы не переубедите, вы не сможете этого сделать никак. Вот при всем желании, переубедить ее у вас не получится. Просто потому, что она человек другой эпохи, она человек другого времени. И воспринимает то, что делаете вы, как бровство, может быть, увлечение, но не как что-то серьезное. А как что-то серьезное, она воспринимает только то, что кажется ей самой правильным. И это, то, что ей кажется правильным, она хочет прибить вас. Ну, другое дело, что вы этого не хотите, и это нормально. Поэтому спорить здесь бесполезно. Ну, она просто понимает, что ваша мама хочет, чтобы добра, хочет вас тепла, хочет вам счастья. И пытается направить вас на этот путь так, как она это понимает. И если вы переубедите ее, что она неправильно что-то делает, неправильно что-то говорит вам, то это означает, что вы поменяете ее картину мира и можете повлиять даже на ее жизнь. То есть, если вы убедите человека в том, что она неправильно, неправильно расставляет ценности, то это будет как следствие означать, что она неправильно живет. И спросите себя, вы хотите такого потрясения для пожилой женщины? Думаю, что нет. Поэтому оставьте ее со своей точки зрения. Пусть думает и считает так, как их того хочется. Главное, что вы думаете. Главное, что вы хотите. И это является приоритетом. А маме достаточно просто показать, что вы счастливы. Это показать, что это то, чего вы хотели бы. Показать, что это то, что действительно раскрывает вас на все сто процентов. И тогда ей ничего не останется сделать, кроме как смириться. При этом ее смирение, оно будет выражаться в таком, как бы, ну что я могу сделать? Вот она заупрямилась, и у меня не осталось другого выбора. Она не согласится. Она будет как бы через силу это принимать. Но в душе она будет видеть, что вы счастливы, и это для нее будет достаточно. Но на это, но и на время. Чтобы доказать, показать ей, что вы действительно счастливы. Дальше. Что касается вашего бывшего молодого человека, то тут нужно понимать, что мужчина в данный момент имеет задетую гордость, унизмленное самолюбие и не может с этим справиться. Конечно, у него от вас любовная зависимость. Конечно, он не является тем мужчиной, который ведет себя достойно в этой ситуации. Но, поскольку его поменять вы не в силах, я надеюсь, вы это понимаете. То что вам нужно сделать? Ну вот, хочет он вам звонить. Ну, пусть звонит. Нет, ну, а что? Проявите здесь безразличие. Понимаете, если вы проявляете какие-то эмоции, положительные, отрицательные, это реакция. Это реакция на него, а значит, результат его деятельности. Результат его активности. А если от вас будет исходить безразличие, то никакого результата человек получать от своей активности не будет. И происходить начнет следующее. Он будет тратить усилия, время на то, чтобы что-то вам пытаться донести. Но вы своим игнорированием будете показывать ему, что вам это все равно. И рано или поздно, человек просто устанет. Устанет тратить свои силы на абсолютно безнадежное дело. И получится так, что он постепенно превратит свое занятие. То есть, вот, написание вам, например, смс. Ну, в такой, в такого рода обряд. Ритуал. То есть, знаете, вот, привык написать смс. Ну, написал. Ну, вы уже увидите, что эти смс, просто вот, знаете как, ПНС написаны. И со временем этого будет все меньше и меньше. Тут нужно понять, что человек переживает кривиз. И не может смириться с тем, что вы от него ушли. Это для него потеря. Для него удар. И поэтому, пожалейте, он ведет себя как ребенок. Как ребенок, у которого отняли их ручку. Вы-то взрослый человек. Вы взрослая личность. Отнеситесь, соответственно, к нему так, как отнесся бы взрослым к ребенку. То есть, безразличием на его каприз. А это именно то, как можно характеризовать поведение мужчины, как капризма. Ну, на капризму стоит обращать внимание. Вы же понимаете. Дальше, что касается сына вашего мужчины. Если честно, то не совсем понятно, почему вас так это задело. Если мужчине много лет, то логично, что и сын у него тоже взрослый. Непонятно, почему вы ожидали увидеть маленького. Почему вы ожидали увидеть подростка. И вот этот момент, он наводит на мысль о том, что вы как бы оказались не готовы к тому, что вас ждет. Вы не совсем полно воспринимаете окружающих мест. Вам, лично, ваш мужчина не хотел говорить брат-сына, потому что знал, что вы воспримите это негативно. И вы действительно восприняли это очень негативно. Хотя причин этого нет, в принципе. Думаю, это связано с тем, что вы наличие сына восприняли как еще одну проблему в копилку к тем, что уже есть. Хотя, по сути, это не проблема. Потому что до вас у мужчины была жизнь. И естественно была активность. И естественно хотел быть отцом. Поэтому то, что сейчас имеется, это совершенно нормальное естество. И если вы любите мужчину, то вы его принимаете. А если вы принимаете его, то принимаете и его сына, как часть мужчины. Без этого отношения с вами не построить. Без этого отношения построить у вас не получится. Без полного принятия его сына. И теперь, когда основные проблемы были рассмотрены, мне бы хотелось сказать вам о том, что вы написали в начале своего письма, где фигурирует такая фраза, что вы думали будто общество современное. А собственно говоря, имеет ли значение какое это общество? Современное или несовременное? Принимает оно вас или не принимает оно вас? Главное, чтобы вы были счастливы самим по себе. Без общество. Потому что общество, как вы могли убедиться, стремится к тому, чтобы вогнать вас в определенные рамки. И когда вы за эти рамки выходите, общество реагирует негативно. Яркий тому пример ваших друзей. Потому что им не нравится то, что вы делаете. Для них это изменение стереотипа. И с этим ничего поделать нельзя. У любого общества всегда будет стереотип. Всегда. И вы либо отдаете предпочтение своим желаниям, своим стремлениям, доверяете им и действуете исходя из них. Либо оглядываете сомнения окружающих. Но тогда будьте готовы к тому, что вы будете делать так, как говорят вам. А не так, как вы хотите. И отсюда несложно сделать вывод, что вам предстоит решить, чему больше вы отдаете приоритет. Своим желаниям или желаниям окружающих. Вот, в зависимости от этого, вам, если рыц, строить свое поведение. Думаю, что перед тем, как закончить, мне бы хотелось еще сказать вам о том, чтобы вы не стремились достичь некого идеи. Идеалов в отношениях. Идеал – это то, к чему следует стремиться. Но это недостижимо. И если вы думаете, что в ваших отношениях не будет проблем, вы ошибаетесь. Проблемы будут всегда. Сейчас одни, потом другие. И не сказать, чтобы эти проблемы, знаете, переставали существовать. Просто меняются к ним отношения. Например, сейчас вас беспокоит, допустим, ваша мама. Но если вы начнете жить с мужчиной, то новые бытовые проблемы будут беспокоить вас куда больше. И эти проблемы отойдут на второй план. Те, что есть сейчас. И вам покажется, что они не стоят того, чтобы о них переживать. И это действительно так. А когда у вас появятся еще проблемы, то бытовые проблемы также отойдут на второй план. Как видите, все зависит от того, как вы воспринимаете окружающий мир. Если вы не воспринимаете человека, вашего мужчину, как средство для достижения своих каких-то целей, а просто хотите с ним быть, то это является бескорыстным чувством. Бескорыстное чувство поможет вам правильно понимать свой ориентир, свой курс по жизни. И следовать ему, не отклоняясь ни на что и ни на кого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучше. Здесь пока мы восстановим что-то. Что-то не проверяем. Уда Premiershaped. Удаatif в ближайшее видео, завтра с помощью верхней гений, Продолжение следует...